МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Ежегодно в Санкт-Петербург приезжают миллионы туристов из разных стран и отправляются на экскурсии по городу, пешие и на транспорте. Я расскажу о пяти причинах прокатиться по Петербургу на разных видах транспорта. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Предложения прогуляться по рекам и каналам Санкт-Петербурга летом звучат практически на каждом шагу. Но предлагают прокатиться на речных трамвайчиках. А можно ведь по-другому. Каждый день до начала навигации воду занимают желающие освоить сапы и байдарки. Пройти под мостами на них – первая причина приехать в город на Неве. Правда, придется встать пораньше. Старт в 6 утра. А теперь самое сложное, потому что мы готовимся к сапам. Левая рука вперед, правая назад. Левая рука вперед, правая назад. Ну, почти. Чтобы не свалиться с доски, нужно тренировать координацию. Такая зарядка разбудит и тело, и мозг. Теперь можно переходить к экипировке. Каска нужна, чтобы не биться о мосты. Они, конечно, не такие низкие, но а вдруг? Все группы начинают прогулку на мойке между Михайловским садом и Марсовым полем. Маршрут один – исторический центр. Например, летний сад, по которому любил прогуливаться Пушкин. Причем его современники говорили, что он даже не надевал какую-то парадную одежду, а выходил гулять просто в халате. Просто жил неподалеку. Экскурсовода с микрофоном на соседнем сапе нет. О достопримечательностях рассказывает инструктор. Например, про первый разводной мост через Зимнюю канавку. Считается, что еще во времена Петра он был построен, он был деревянный и был построен для того, чтобы наш великоростный могучий царь мог, сходя со своего фрегата, на шлюпке стоя проходить и подходить к Зимнему дворцу. Поэтому мы разводили мост. По лебяжьей канавке доходим до Невы. Выйти в нее – самое волнующее в прогулке. Здесь ветер и течение, но зато очень красиво. Петропавловская крепость, пожалуй, самый главный символ Санкт-Петербурга, потому что именно отсюда, с Зайчьего острова, где она стоит, в 1703 году началось строительство города на Неве. По пути встречается более десяти мостов, как разводных, так и обычных. Причем до некоторых можно дотянуться рукой. Прогулка длится полтора часа. Нужно успеть освободить реки и каналы до восьми утра. После здесь хозяйничают моторные суда. Ребятки, приглашаем на часовую экскурсию в ретро-автобусе. Уникальное погружение в историю Петербурга. Реплика автобуса ЗИС-8 видна издалека. Красные коробочки, именно так их называли в прошлом, всегда можно найти возле Исаакиевского собора и прокатиться в атмосфере довоенного времени. Раньше автобусы не отапливали. Сегодня под лавочки поставили печки. О ремнях безопасности в 30-е тоже не думали. Сейчас они обязательны. Окна открывались как форточки. Такое осталось только у шофера. Водитель также сидел на лавочке. Руль тоже постарались аутентичный найти. Самая главная достопримечательность – это у нас региональная система открытия двери. Все делал водитель. Тянул за ручку, когда надо закрыть. И толкал, когда надо открыть. Эти автобусы выпускали в Москве всего два года – с 1934 по 1936. Копии заказали в Беларуси. Желающих катают по двум маршрутам – Петербургу, Парадному и районам богачей и бедняков. В парке четыре таких автобуса. На экскурсии они отправляются каждый день, круглый год. Стартуют в 11 утра. И вот из Санкт-Петербурга мы попадаем в Ленинград. 90 лет назад автобусный маршрут также шел через центр города. И пассажиры проезжали, например, Никольский рынок. Он же первая биржа труда. После отмены крепостного права сюда приходили искать работу. Гид, походу, рассказывает истории Петербурга. Вот Мариинский театр. У него есть традиция, которая более 150 лет. Каждый театральный сезон стартует с оперы «Глинки. Жизнь за царя». Ведь именно ее исполнили на открытии в 1860-м. Но тогда на премьере ждали не столько зрителей, сколько жену Александра Второго, в честь которой и назвали театр. Но Мария Александровна не любила ни балет, ни балерин. Она ни разу в этом театре не была. Ретроавтобус в дороге проводит час. За это время пассажиры проезжают по первому постоянному мосту через Неву, по Логовещенскому. На Васильевском острове смотрят на сфинксов, которых привезли из Египта. И возвращаются к 100-метровому Исаакиевскому собору. Этот паровоз на ходу с 1955 года. Тогда других и не знали. Прокатиться на таком – еще одна причина приехать в Петербург. Чем больше, тем лучше? Ну да. Какое дерево есть? Мне не нужно закидывать. Это береза. А береза лучше горит? Да, теплодача лучше. Уголь не используют, не экологично. В топку закидывают дрова. Температура выше тысячи градусов. Больше, чем при плавлении стали. А нужно, чтобы давление поднялось. Ретро-паровоз ходит только летом. Перед каждым отправлением его осматривают. При необходимости смазывают детали. В 19 веке, например, для этого использовали животный жир, в наше время – вапор. Или, проще говоря, масло для паровых машин. Льем на подшипник? Да. А это плавное скольжение будет? Да, да, да. Чтобы была смазка, чтобы осень у нас подшипник не грелся. Если будет недостаточно смазки, тогда он начинает греться. И до того, что может возникнуть воспоминение этой набивки, тогда нужно останавливать поезд. Из депо паровоз идет в Купчино. Оттуда он уже повезет пассажиров. Маршрут проходит по части первой железной дороги России, которую в 19 веке проложили от Петербурга до Царского села. Сегодня все вагоны одинаковые. Выглядят словно игрушечные. Все потому, что железная дорога – детская. Уважаемые пассажиры, мы отправились со станции Юный. Вскоре нас встретит станция Царско-Сельская. Школьники, начиная с пятого класса, могут прийти и стать проводниками. А со временем – помощниками машиниста и даже машинистами. Разумеется, под присмотром взрослых. В октябре я начал уже обучение. В апреле я сдала экзамены, и вот сейчас моя первая практика. То есть первый рабочий день? Первый рабочий день. А что за экзамены были? Экзамены были техника безопасности, как устроены вагоны тоже. Поездка занимает полчаса. Паровоз может разгоняться до 50 км в час, но весь потенциал не использует. Едет в спокойном режиме со скоростью 15-20 км. Пока не было железной дороги из Петербурга, в Царское село добирались на каретах. Занимало такое путешествие три часа. Покататься на императорском транспорте сегодня – еще одна причина побывать в Санкт-Петербурге. В музее придворный экипаж можно посмотреть, на чем ездили коронованные особы. В 18 веке технологии уже позволяли сделать окна, которые могли опускаться, если станет жарко. Подножку, которая убиралась внутрь кареты, и удобство первой необходимости. Это получается биотуалет в карете? Да, вот такое простейшее устройство мы обнаружили во время реставрации. До этого считалось, что это только карнационная карета. Ну, а вот теперь мы стали предполагать, что она могла использоваться на каких-то переездах более длительных. Ну, очень удобно. Да, просто. Многие экипажи музея до сих пор на ходу, но на них посетителей, конечно, не катают. Зато неподалеку есть гараж со стилизованным транспортом и конюшня с упряжными лошадьми. Это парная упряжь, да, то есть которая состоит из шорки, сиделки, шлии с пастромками, вожжи парные и упряжная уздечка. И вот такая вот шапочка на летний период, которая защищает ушки лошади от мошкары. Катают туристов на двойках. Это тоже кропотливая работа. Научить животных работать сообща. Молодую лошадь сначала ставят в пару копытной и никогда не запрягают кобылу жеребцом. Гормоны берут верх. Это фаэтон, открытый прогулочный экипаж. На таких императоры с семьей или приближенными катались по царскому селу. Дамы в транспорт сами никогда не заходили. Из-за пышности платья одно неловкое движение и могли упасть. Дамам всегда помогали. Но это раньше. Сегодня все по-другому. В наше время можно прокатиться по Екатерининскому и Александровскому паркам. Длится такая поездка от 10 минут до часа. Лошади легкой рысью идут со скоростью до 10 километров в час. Санкт-Петербург стоит на берегу Финского залива. Он – часть Балтийского моря. Покататься на крутых волнах здесь не получится. Но вот поймать попутный ветер – запросто. Этим и занимаются местные яхтсмены. Выйти с ними в море – еще одна причина побывать в нашем городе. Предложений здесь много. Можно арендовать яхту с капитаном и побыть на ней просто пассажиром. Или пройти мастер-класс и самой научиться ходить под парусами. На яхте их три. Основной – грот. Для дополнительной скорости – стаксель и генакер. Но их все сначала нужно подготовить. Или, как говорят профессионалы, вооружить лодку. Поднять паруса? Поднять парус, да. Да, сейчас чуть-чуть сначала сложно будет. Дальше попросим. Мачта – 9 метров. Чтобы растянуть грот, профессионалам нужно всего пару секунд. Когда он уже закончится? Все? Нет, еще сантиметров 20-30. Без ветра яхта идти не может. У нее нет двигателя. Поэтому от стихии требуется как минимум 3 метра в секунду. Опытные яхтсмены учатся порывы ветра не чувствовать, а видеть. Мы это понимаем с помощью воды, конкретно ее цвета и небольшой ряби на ней. Сейчас вот здесь, если посмотреть, ряби почти нет. Но если немножко взглянуть вперед, там видно вот две темные полосы. Это две полосы ветра, которые постепенно к нам приближаются. Разгоняется лодка до 18 морских узлов. Это примерно 36 километров в час. Но тут уже недолюбование видами. Указания от инструктора поступают каждую секунду. За трехчасовое занятие успеваешь немного разобраться в морских терминах. Подобрать веревку значит подтянуть, а подтравить отпустить. Когда слышишь команду «головы», надо пригнуться, чтобы не получить балка гика. Но главное, успеваешь насладиться морской прогулкой. И пусть соли в Финском заливе немного, все равно можно почувствовать соленый ветер в волосах.